Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи Колесниковых. Начало ролика Леша решил взять на себя, на свои хрупкие, так скажем, плечи. Уселся на свой трон, глаза опять чернее тучи, ввалились, провалились, уже дальше, как говорится, некуда. Ну и сидит он на кресле, а сверху навалены опять его шмотки. Вот хочется по этому поводу обратиться к Светлане, да. Светка так часто гоняет Виталину, гоняет Настю за то, что, мол, якобы у них бардак, при всем при этом никогда не показывает свою спаленку, никогда не показывает шмотки Анжелки, да. Так вот, что я хочу сказать. Порядка у них абсолютно нет. Свет, вот где твой порядок? Прежде чем гонять своих девчонок, да, наведи порядок в своей спальне, начни с самого начала. Ну и Лешка, конечно, тоже, знаете, вот смотрит на то, что свалены все его вещи на кресле. Леш, вот ты детей пытаешься воспитывать, да, говорить о том, что призывать их к порядку, а Светку не можешь воспитать, не можешь ей объяснить, как надо следить за домом, как надо следить за детьми и вообще за хозяйством, да, в принципе, и за всем. Как говорится, получается, сапожник без сапог. Лешка решил показать нам обновки, которые он заказал из Китая. Здесь, кстати, не обошлось без его скверного характера. Пока он там что-то заказывал, говорит, вот, надо бы обменять. В итоге хотел, чтобы там, короче, там целая история. История абсолютно неинтересная. Видимо, расскажет и покажет он вот это вот все дело в следующем своем ролике. Вот о чем, друзья мои, самое интересное. Вспомните, последний шопинг детям Лешка пожалел. Купить нормальные вещи, купить нормальную обувь. Насте в ее день рождения Лешка зажал виноград. Зато всякую хрень себе заказывает постоянно и про ипотеку даже не вспоминает. Причем заказывает всякую ерунду, совсем ненужную, да. Но, по словам Лехи, он еще, кстати, даже говорит, я, говорит, забыл, что я заказывал. И начинает вспоминать только тогда, когда ему приходят все вот эти вот посылки. О чем это говорит? Да понятное дело, что это говорит о том, что ему это сто лет не надо. И вот действительно, было бы надо, он бы все это помнил. И, ребят, простите, заказывать клей себе, который ты можешь купить абсолютно в любом магазине в прикассовой зоне, это вообще уже полнейшая бредятина. Ну, а вообще, в любом случае, есть люди-шопоголики, да. Им постоянно что-то надо покупать. Вот болезнь у них такая. Вот так и Лешка. Лешка тоже заказывает себе постоянно под предлогом того, что без этого семейства никак не обойдется. Леш, на самом деле это все дело лечится. Почитай информацию в интернете и будет тебе счастье. Ну, и опять, друзья мои, решил нас всех поразить съемками с квадрокоптера. Я так понимаю, что Лешке совсем показывать нечего. Теперь он будет снимать нам свою деревню, ближайшие населенные пункты, так скажем, с высоты птичьего полета. Леш, спасибо, контент твой с каждым днем все тухлее и тухлее. Помните, ребят, был такой фильм прикольный, американский, да, тупой и еще тупее. А вот у Лехи тухлый и еще тухлее. Да, далее уже Светка включила порядочную мать-перемать, как я говорю, и решила нам продемонстрировать, что она тоже не просто так плюшки пинает, а еще что-то, оказывается, иногда и все-таки делает, доходят у нее до чего-то руки. И вот она показывает, открыла шкафчик и говорит, я тут встряхиваю крошки. Далее показывает батон и говорит, купили батон, чтобы его есть. Свет, ну круто, спасибо, что показала батон, а то ж мы хлебобулочные изделия в глаза никогда не видели. И не знали, но благодаря тебе мы узнали таки, что батон нужен для того, чтобы его есть. Вот честно, я валяюсь, ребят, от этого тупизма. И потом, у меня еще вопросик на засыпку. Вот на семью из четырех человек, ну, обычно покупают, допустим, да, один батон и одну буханку черного хлеба, так как у всех разные вкусы. Но вот я понять не могу, как им хватает одного батона на восемь ртов. Это уже интересно, да. Кстати, совсем недавно, когда они брали просрочку, нам демонстрировали целую фиговую тучу этих батонов, которые валялись у них абсолютно везде по всему столу. Их там было четыре или пять или шесть штук, да. То есть тогда, когда они брали это все за копейки почти бесплатно, они брали этого много. А вот как только пришлось покупать хлебушек за полную, так скажем, стоимость, да, жадный Лешка позволил прикупить только исключительно один батончик. Как говорится, ешьте, детки, а не объешьтесь и не обляпайтесь, да. Далее Светка начала рассказывать, что она таки навела порядок у девчонок в комнате. И теперь пришла наводить порядок к Никите. Ну, честно, я не видела, чтобы Светка усердствовала, наводила какой-то порядок у девчонок в комнате. И, кстати, накануне Настя этим занималась, а Светка сидела, вот, уселась на пол, да, возле шкафа и сидела там, делала вид, что она что-то делает. Да, кстати, у Никиты она навела полнейший бардак, у него и так там полный срач, она навела ему еще больший полнейший срачельник. Но сказала о том, что Никита у них теперь богатый. Не поверите, в чем заключается его богатство, оказывается в том, что у него много шматья. Вот знаете, всякого разного, с чужих плеч, в общем, дареного, передареного, присланного и так далее. Причем Светка опять, я смотрю, опять не такая, как всегда, слишком излишне шумная, я бы сказала, излишне такая агрессивная. И опять сует ребенку чужие шмотки, говорит, чего ты, чего ты не хочешь их носить и так далее. Свет, купите ребенку вещи новые по размеру, да. Он ходит у вас и одет как беспризорник. Причем, я смотрю, у Светы язык заплетается. Опять, видимо, напилась своего кваску и теперь у нее, знаете, пусть, как говорится, весь мир подождет, да. Вот я в шоке, но я теперь, по крайней мере, начинаю понимать, почему Света здесь, в Подмосковье, абсолютно ничего не успевает. Почему она за этот год засрала весь дом и даже не в состоянии заплести своих девчонок. Ведь вспомните, в Есентуках Света и готовить успевала, и пекла, там пусть тяпля, пусть как у нее получалось, да, но все-таки она старалась что-то делать. И девчонок она заплетала тогда всех, даже Виталину, которая не ходила в школу, она делала ей всякие разные красивые прически. Здесь же абсолютно ничего нет. Здесь Светка забила на все про все. Я вот все думала, почему такие у нее разительные, да, изменения. Что же с ней случилось? Теперь я думаю, что действительно она все-таки подбухивает, потому что иначе это никак не объяснить. Реально, она ничего не делает. Она спит до обеда, а потом она, видимо, я не знаю, что, приводит себя в чувства, поэтому, когда приходят дети в 3-4 часа дня или в пятом часу, да, то она начинает на них взваливать свою работу. Говорит, так, а ну ты иди давай там, значит, унитаз драй, ты иди давай полы мой, ты иди посуду мой, а мамка будет ходить с камерой и снимать весь вот этот вот бред, бардак и срач, все подряд, как говорится. Ну, вы знаете, да, Настя начала снимать, половину слов, что там говорила Настя, я тоже не разобрала. Ну, да ладно, дело даже не в этом. Причем, вы знаете, до этого Светка так гоготала, так ржала, когда она общалась с Никитой. Уж так ей было весело общаться с Никитой, но как только ей стало задавать вопросы Настя, улыбка со Светой лица, со Светкиного лица, тут же и задор куда-то ушли, куда-то делись. Она стала из-под лобья, знаете, вот так вот что-то бубнить в ответ Насте. Бедная, бедная Света, действительно, ее жаль, вот в кавычках, понятно, жаль, да, она даже не может скрыть нелюбовь к своей дочери Насте. Это, конечно, ребят, это полный трешак, вот для меня это полный трешак. Как я всегда говорю, да мне вот плевать на ее, в принципе, вот этот бардак, да, туда-сюда. Можно было бы все оправдать, если бы она действительно любила детей, о них заботилась, а здесь просто ненависть к ребенку, который ей ничего плохого не сделал. Настя так же, как и все остальные дети, не просила, чтобы ее рожали, да. Вы знаете, я вообще смотрю теперь на их семейство последние вот несколько месяцев и понимаю, что ничего им показывать им нечего. И действительно, их просмотры резко падают, и они становятся людям неинтересны. Лешка уже даже открывает комментарии, да, заметьте, комментов становится значительно больше. То есть, если до этого их было 20-30, остальные он не рассматривал, да, и не выпускал, то сейчас он выпускает разные комментарии, да, дабы оживить свой канал. Он не понимает, что не комментариями оживляют канал, а оживить канал можно именно контентом. Вот если ты сделаешь что-то интересное, тогда вы будете интересны. А если вы будете так топтаться, да, один будет демонстрировать нам непонятные видосы, видеосъемки с квадрокоптера, да, другая будет трясти вот этими всякими шмотками, вот этим старьем, и уверять всех, что она вот прекрасная многодетная мать, и что шмоток у них полно, то ни к чему хорошему, конечно же, это не приведет, это никому неинтересно. В общем, ну что ж, посмотрим, что будет дальше, как я всегда говорю, будем, да, ждать новостей. Друзья мои, пишите, что думаете по этому поводу, ну и, конечно же, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, а я вас всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на мой канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока.